Всю свою жизнь Лиза прожила в детском доме. Другого места девушка не знала. Оставался всего месяц до ее 18-летия, и было страшно выходить в незнакомый мир. Что там ее ждет? Как сложится жизнь? Не грусти, Лизок. Сзади подошел Ванька и обнял ее за плечи. Они с детства были не разлей вода. Одногодки. Как-то Ваня защитил Лизу, ее хотели обидеть старшие воспитанницы. С тех пор они всюду были вместе. С ним она чувствовала себя в безопасности. Лиза улыбнулась и положила голову на грудь своему лучшему другу. «Вань, а ты знаешь, кем я хочу стать?» – спросила она. «Ну, конечно», – парень хмыкнул. «Кто не знает, актрисой». «Да, мне так нравится сцена, просто завораживает. А ты куда после детского дома?» «Я? Ну, куда-куда, в водители пойду. Я думал долго. В универе учиться пять лет, не потяну, даже если бюджет будет. Мне сейчас уже деньги нужны, так что пойду в такси. Вот станешь звездой и возьмешь меня в личные водители», – засмеялся Ванька. «Возьму, обязательно возьму». Лиза обнимала такого родного для нее человека. Скоро новый мир, новые эмоции, а сейчас ей просто очень хорошо рядом со своим другом. Вера Игнатьевна, воспитательница, провожая своих детей, тайком вытирала слезы. Не хотела она, чтобы Лиза и Ваня видели, что она грустит. Сколько их женщина уже отправила в жизнь, не сосчитать, и каждый раз как будто кусочек сердца отдавала. Лизу и Ваню Вера Игнатьевна особо любила. Оба были на редкость хорошими и воспитанными детьми, послушные такие. Лизу совсем крохой кто-то на ступеньки к ним подкинул, девочки еще и месяца не было. А у Вани мама пила, очень сильно пила запоями. Опека в итоге забрала, и та через месяц на улице замерзла. Вот такие детки попали к нам в приют, с поломанной судьбой, брошенные. Поэтому Вера Игнатьевна старалась дарить им столько тепла и любви, сколько была в состоянии им дать. Лизе дали от государства комнату в общежитии. Вполне себе неплохое место, комната новая, большая, светлая. Все лето готовилась к поступлению в театральный, зубрила стихи и монологи. Прочитала всех отечественных классиков, а когда пришло время поступать, провалилась на экзаменах. Девушка никак не могла понять, почему она не поступила. Вроде бы все шло просто отлично. «Вы просто нам не подходите, милочка», – сказала женщина из комиссии. «Советуем вам не тратить время зря и идти в другом направлении». Она высокомерно взмахнула рукой в сторону двери, давая понять, что разговор окончен. Лиза, едва сдерживая слезы, на ватных ногах вышла и оперлась спиной на дверь. Она была последняя сегодня на сдаче. В коридоре института было тихо и никого не было. Талантливая, кстати, девочка. Услышала Лиза голос одного из членов комиссии. Все-таки жалко ее. «На жалко окна пластиковые не поставишь в репетиционном зале, Евгений Петрович, и крышу не отремонтируешь». По голосу девушка узнала женщину, которая ее выгнала. «Нам нужны деньги, а дать их могут только детишки богатых родителей, мечтающих, чтобы их чадо прославилось». «Господи, куда катится наш мир?» – воскликнула она. «Что я должна с последнего оставшегося места выгонять такую способную девочку, а на ее место брать бесталантное существо?» Женщина громко фыркнула, и Лиза, услышав ее шаги, поспешила поскорее удалиться. Девушка шла по парку и горько плакала. «Почему одним все, а другим ничего?» – думала она. «Как же сложно пробиться в жизни, не имея поддержки, и почему ее бросили родители». Эти мысли терзали ее молоденькую душу, на лице отобразил сгримаса боли. Дворник увидел плачущую Лизу и не смог пройти мимо. «Ты чего так горюешь, красавица?» – спросил пожилой мужчина. «Ручки, ножки вроде на месте. Что же такого произошло с тобой?» Лиза посмотрела красными и опухшими от слез глазами на старика. Ей так хотелось поделиться с кем-то своим горем. Ей экзамен провалила в универе. Вернее, не провалила, а вместо меня взяли того, у кого деньги есть. От этого только обиднее. «Ведь я столько училась!» – она снова захлюпала носом. «Ой, нашла, из-за чего так нервы себе трепать!» – ухмыльнулся дед. «На следующий год поступишь, и делов-то!» «Я сирота, дедуля, меня кормить год некому. Тут я надеялась на стипендию, а так...» «Ну, ну, милая, не плачь!» – дед Никифор поставил в сторону метлу и ведро и обнял девушку. «Знаешь что, у меня только что возникла идея. На днях жена моя, Клавдия, говорила, что им в отель требуется горничной. Думаю, ты как раз подойдешь. Место приличное, и платят там вовремя. Хозяйка справедливая, как Клав говорит. Она там у меня уборщицей работает. Давай-ка я тебя с женой познакомлю, и она тебя пристроит». Клавдия оказалась милой женщиной лет шестидесяти. Услышав историю Лизы, женщина с удовольствием ей помогла, и спустя всего пару дней девушка получила работу горничной. Лиза была работящая. В детдоме дети делали все сами, и к работе, естественно, она была привыкшая. К тому же шустрая и сообразительная. Ценный работник. Хозяйка Зоя Викторовна была новенькой и довольна. К тому же эта девчушка ей нравилась, напоминая ее дочь, которая погибла много лет назад. Зоя Викторовна не пошел в восьмой десяток, но женщина выглядела просто изумительно. Как графиня с картины. Она всегда приходила раньше всех на работу в отеле и поздно уходила, контролируя все, что происходит здесь. Лиза быстро поняла, что для женщины это место как ребенок, за которым она тщательно следит и оберегает. На работе у девушки все было отлично. Она прекрасно справлялась, хозяйка платила зарплату вовремя, и девушка даже воспряла духом, решив, что на следующий год опять попытается поступить в театральный. Но уже не на бюджет, поэтому она старательно откладывала деньги на обучение. Вскоре Лиза узнала, что у Зои Викторовны есть приемный сын Игорь. Хотя скорее внук, так Лизе было удобнее называть этого юношу, потому что он был всего на пять лет старше нее. И этот молодой человек доставлял ей кучу хлопот. Заносчивый мажор вдруг решил, что должен обязательно переспать с новенькой гувернанткой. Игорь буквально повсюду преследовал ее, мешая нормально работать. «Ну что ты ломаешься, а?» – говорил парень, тесно прижавшись к Лизе в лифте. Девушка пыталась оттолкнуть его, но у нее это плохо выходило. «Давай хоть попробуем, тебе понравится со мной, никто еще не жаловался». Он полез целоваться к ней, но тут двери лифта открылись, и Лизе удалось выскочить. «Игорь, прекратите меня домогаться!» – возмущенно сказала девушка. «Как вы смеете, я не давала вам повода, ясно? И вообще, вы сын хозяйки, а я простая горничная. Я вам не пара!» И она быстро побежала по коридору. Уборщица Клавдия видела эту сцену и рассерженно сдвинула брови. Ей всегда не нравился этот бездарь. «Оказывается, он к девчонкам пристает. Надо повнимательнее следить за ним, а то еще чего удумает», – решила женщина про себя. А друг Ванька просто взбесился, когда узнал про Игоря. «Дай же мне, наконец, настучать ему по черепушке!» Молодые люди встретились в кафе, и Лиза рассказала о случае, который сегодня с ней произошел. Они уже пару месяцев стали встречаться, как парень и девушка. Когда расстались тогда в детдоме, поняли, что любят друг друга не как друзья. Все и завертелось. Лиза поцеловала любимого. «Да перестань ты, Вань! Еще не хватало, чтобы тебя за побои осудили. У этого мажора знаешь, какая поддержка? Во!» И она показала пальцем вверх для убедительности. «Зоя Викторовна такая мадам, там лучше не шутить!» «И что?» – не унимался Ваня. «Теперь дашь ему себя опорочить!» «Да ты что такое несешь?» – засмеялась Лиза, чтобы разрядить обстановку. «Нет, конечно. Да он безобидный, как собака без зубов. Просто лает, да не кусает!» Она еще раз поцеловала своего парня и сказала, глядя ему в глаза. «Если он станет опасным, я сразу тебе скажу, ладно?» Прошло еще несколько месяцев. Наступил Новый год, и Зоя Викторовна, как обычно, уехала в это время года в Карловы Вара. Работы в отеле было много перед праздником. Хозяйка заботу о гостинице поручила Игорю. Хотя по факту тот ничего не делал, а только мешал работать своими пустыми придирками. Лиза готовила номера. В кабинете у Зои Викторовны был бар, в котором можно было взять дорогой алкоголь под запись, если он заканчивался в люксе. Девушка зашла в кабинет и тихонько прикрыла дверь. Она всегда чувствовала некую робость в этом месте. Тем более, что она впервые оказалась здесь одна, без хозяйки отеля. Лиза на цыпочках обошла стол и открыла бар, достав оттуда бутылки с виски и джином. Она аккуратно поставила их на лакированный стол, чтобы не поцарапать поверхность, и сделала запись в журнале о том, какой алкоголь взяла. Лиза невольно окинула взглядом стол Зои Викторовны и увидела в красивой рамке фотографию молодой девушки. Она знала, что это дочь хозяйки. Ее взгляд упал на шею погибшей, и девушка с изумлением обнаружила, что у нее такой же кулон, как у Лизы. Она схватилась рукой за кулон и, сняв его, еще раз внимательно сравнила с изображением на фото. Ошибки быть не могло. Это идентичные кулоны. Но как такое возможно? Ведь цепочка сплетена на заказ, как видно и сам кулон. Это сплетение двух букв В и Л. Совпадение? Нет, не может быть. Лиза побежала на первый этаж. Она знала, что уборщица Клавдия работает здесь уже более двадцати лет и знает все про всех. «Тетя Клава, Клавочка, родненькая», — сказала она почти крича, забежав в коморку. «Мне нужно срочно с вами поговорить». Ее распирало от какого-то предчувствия. «Господи, боже мой!» — женщина схватилась за грудь. «Так же и помереть можно со страху. Ты чего залетела, как оголтелая?» Лиза присела в тесной комнатке на табуретке. Она пыталась взять себя в руки и успокоиться. «А у дочки хозяйки были дети?» — спросила Лиза Клавдию. «А тебе-то чего?» — подозрительно спросила уборщица. «Да просто расскажите мне, тетя Клав, что стало с ее дочкой?» Лиза умоляюще смотрела в глаза женщины. Та зажалилась, подумав, что молодость всегда любопытна. Что такого станет, если она расскажет историю, которая мхом поросла? «Ох!» — вздохнула Клавдия, вспоминая печальные времена. «Была у Зои Викторовны дочка. Красивая, как ты прям. Но закончила эта девочка печально. Про детей не знаю, детка, но знаю, что она была беременна, это точно. Мы тогда тут все шептались, переживали, жалко было ее. Она влюбилась в какого-то бедного студента-инженера, а Зоя, конечно, была против. А ты знаешь, Зою Викторовну, та может настоять на своем. В общем, она рассорила эту парочку, и они расстались. А потом уже оказалось, что дочка-то ее беременна. Пока они тут с матерью отношения выясняли, инженеришка этот женился на другой. Мы тогда все подумали, что со злости парень это сделал. А Вера, дочка Зои, как узнала про свадьбу, так пропала из дома беременная. Зоя Викторовна весь город на уши подняла. Тут чуть ли землю не рыли, но дочку не нашли. И только через три года хозяйка наша узнала, что дочь ее погибла в аварии с каким-то байкером. А про ребенка вообще ни слова. Вот так-то. Какой ужас! По спине Лизы прошел холодок. Она словно почувствовала боль от потери дочери Зои. Да уж, не говори, покачала головой Клавдия. Хозяйка вообще не говорит об этом. Все в себе носит уже столько лет. Подруги посоветовали ей взять с детдома кого-нибудь. Вот она и усыновила этого балбеса Игоря. Чтобы одной не помирать, да было бы кому наследство оставить. И повезло же этому паршивцу, а? А что это вдруг тебя так заинтересовало прошлое этой семьи? Лиза достала кулон из-под одежды и показала старушке. Та несколько минут молча внимательно разглядывала его. Потом посмотрела на Лизу и вдруг охнула, закрыв рот рукой. Боже мой, Лиза, так ты же просто как две капли воды похожа на веру, дочку Зои Викторовны. И как это я раньше не заметила. А хозяйка? Господи, ты что же ее внучка, значит, получается? Клавдия перекрестилась. Она была страшно возбуждена. Ты же как раз из детдома. И по возрасту подходишь, бурмотала женщина. И инициалы эти, инициалы. Она ткнула рукой в кулон. Там же буквы В и Л. Это значит Вера и Леонид. Тот самый инженер. Он ей подарил этот кулон перед расставанием. Как только хозяйка приедет, нужно будет ей все рассказать. Это же чудо, детка. Настоящее чудо. Клавдия обняла ошарашенную и растерянно улыбающуюся Лизу и крепко ее поцеловала. Так, женщина выдохнула. А сейчас марш работать. Дела сами себя не сделают. И никому ничего не говори, поняла? Пока хозяйка не приедет, молчи. Лиза кивнула, спрятала кулон и пошла убираться в номерах. Игорь уже полчаса поджидал Лизу в номере, с которого только что съехали постояльцы. Он знал, что скоро она придет сюда наводить порядок. Как только девушка вошла и прошла в ванную, чтобы набрать воды, он закрыл дверь и забрал ключ, который горничная оставила на комоде. Лиза вышла и, увидев развалившегося в кресле Игоря, хотела взять ключи и уйти, но, поняв, что их нет, напряглась. «Отдайте ключи, пожалуйста», – как могла, спокойно сказала она. «Я приду позже», – девушка видела, что Игорь пьян. «А если не отдам?» – ехидно спросил он, облизывая без того мукрые от алкоголя губы. Лиза вытащила кулон и показала дрожащими руками Игорю. Вправде, сейчас она видела единственное спасение. «Я могу оказаться родной внучкой Зои Викторовны», – сказала она. «Видишь этот кулон? Такой же был у ее дочери». Игорь прищурился и постарался издалека рассмотреть кулон. Потом, выпив еще виски, он сказал, «Ты лжешь, решила позлить меня. Тебе нравится это, да? Дразнить меня, да?» Игорь вскочил с кресла и, больно схватив Лизу за локоть, кинул ее на кровать. «Мне надоело с тобой цаскаться», – крикнул он, приближаясь к ней. «Задирай-ка свою ебчонку и раздвигай ноги». Он лег на нее, больно прижав всем телом кровати. Лизу обуял страх. Она поняла, что не сможет пошевелиться. «Отпустите, иначе я буду кричать», – сказала она сдавленно. «Да кричи сколько хочешь, на этом этаже сейчас всего лишь один номер занят, да и то в конце коридора. А твои крики меня заводят!» Ухмыльнулся Игорь и полез девушке под юбку. Лиза истошно завопила. Она сначала не поняла, что произошло, но спустя мгновение Игорь обмяк и скатился с нее. Позади она увидела тетю Клаву с черенком от лопаты. «Надеюсь, я не сильно огрела этого засранца», – сказала уборщица и протянула руку, чтобы помочь Лизе встать. «Я так и знала, что этот мерзавец рано или поздно станет домогаться тебя. Поэтому следила за ним и не зря». «Спасибо вам, тетя Клава», – девушка с благодарностью кинулась в объятия женщины. Ее все трясло. Наутро вернулась хозяйка. И Лиза, кое-как дождавшись, когда хозяйка закончит с проверкой отеля, пришла к ней в кабинет и все рассказала. «Ты врешь», – воскликнула Зоя Викторовна. Она не поверила Лизе, посчитав ее самозванкой. «Ты просто узнала мою историю и решила воспользоваться ею, да? Как тебе не стыдно? А ну, пошла прочь из моего отеля!» Лиза растерялась. Девушка не ожидала такой реакции. Она была уверена, что Зоя обрадуется тому, что нашлась внучка. Плача, она побежала в раздевалку, чтобы переодеться и собрать вещи. В кабинет тихо вошла Клавдия. Она прикрыла дверь и посмотрела на хозяйку, которая стояла у окна, держа в руках фотографию погибшей много лет назад дочери. «Она посмела тронуть святое Клава», – тихо сказала Зоя с горечью в голосе. «Как она посмела!» Ее лицо исказило гримаса боли. «Посмотрите на нее, Зоя Викторовна!» Клавдия подошла к хозяйке и указала на фото. «Посмотрите на Верочку. Ведь Лиза – просто ее копия. Как же мы раньше этого не замечали?» И она с детского дома. Ее там воспитывали с самого рождения. Кроме того, по срокам все сходится. И кулон у нее на шее. «Вы видели его?» Зоя Викторовна непонимающим взглядом смотрела на уборщицу. Она отказывалась принимать происходящее. «Так возьмите у нее тест ДНК, в конце концов», – вскрикнула Клава. «Иначе можете потерять и внучку. Действуйте, пока не поздно». Зою Викторовну как током ударила. Она посмотрела в окно и увидела, как Лиза покидает территорию отеля. Пожилая женщина бегом кинулась к выходу. Выскочив на улицу, она, запыхавшись, просипела. «Лиза!» Девушка обернулась, услышав ее. «Лиза, прости меня. Я верю тебе. Но ты готова сдать тест ДНК?» «Конечно, готова, Зоя Викторовна. Я тоже хочу знать, провали в своих догадках», – просто сказала девушка. Несколько дней, пока готовился тест, они ждали, сжав кулаки от напряжения. Зоя молила Бога, чтобы это была именно ее внучка. Тогда она задышит полной грудью, понимая, что рядом с ней теперь будет родная кровинушка. А Лиза ждала тест, понимая, что если Зоя ее бабушка, то значит, она не одна на этом свете. Ванька поддерживал ее как мог. Он знал, как для Лизы это важно. Тест показал совпадение в 99,9%. Зоя не смогла поверить своему счастью. Она потеряла дочь, единственного родного человека, и, наконец, обрела внучку. Лиза тоже была счастлива. Наконец-то она знала, кто она такая. Знала свою историю. К тому же оказаться внучкой такой статной дамы казалось ей чем-то волшебным. Про Игоря она ничего не сказала и попросила то же самое сделать Клавдию. Тот, узнав, что Лиза родная внучка Зои, сразу прикусил язык. Боялся, как бы его вообще не выкинули отсюда. Вел себя очень тихо. Лизу бабушка тут же повысила, сделав ее управляющей отелем. Теперь они каждый день подолгу сидели в кабинете, и она рассказывала внучке все секреты управления. Девушка схватывала все на лету. Ей очень нравилась эта работа. А Игоря поставили на должность снабженца, и он был рад и этому. Игорь понимал, что Лиза в любой момент может сказать о том, что произошло, и тогда ему крышка. Он даже извинился как-то перед ней. Мол, прости, драк был, не говори Зои, я не хочу на улицу. Лиза только улыбнулась, смотря на этого бывшего самца, а теперь маленького мальчика, который провинился. «Работай, Игорь, хорошо и веди себя достойно. Халявы больше не будет. Мы с бабушкой так решили. Тебе пора повзрослеть. Я теперь твой начальник, а ты мой подчиненный», – с ухмылкой говорила Лиза и шла по своим делам уверенной походкой. А через три месяца Лиза и Ваня поженились. Лиза помогла мужу, и он открыл частное элитное такси, взяв несколько машин в лизинг. У пары сейчас двое деток-погодок, с которыми им помогает сидеть прабабушка. Зоя Викторовна счастлива. Она прожила тяжелую, но в конечном итоге счастливую жизнь и под старость обрела родную внучку и правнуков. А самое главное, Зоя знает, что когда ее не станет, то дело всей ее жизни будет в надежных и заботливых руках любимой внучки. Продолжение следует...